Приветствую вас, Юлия. Понимаете, какая штука? Вы можете, вам необязательно говорить правду человеку, необязательно раскрывать свою ложь. Вы можете сказать ему о том, что, например, дача была, что сейчас её нет, к примеру, потому что, ну, там, продали или что-то ещё, да? То есть это не такая большая проблема и сложность, донести до человека какую-то мысль, которая, ну, является, условно говоря, вашей, да? Вот. Дело здесь, на самом деле, в другом. Как не видится эта ситуация. Дело на самом деле, дело в том, что вы, ну, по сути, соврали. И, опять же, именно плохого в том, что вы соврали, нет ничего именно плохого. Но если это произошло, то, по-видимому, вы, по-видимому, вы хотите казаться, а не быть. Понимаете, какая штука? И если это так, если вам хочется действительно казаться, а не быть, то проблема может стать очень и очень серьёзной. Потому что ложь, которую вы здесь создали, та ложь, которую вы создали, она может, в принципе, повториться, она может, в принципе, проявиться где-то ещё. Она может проявиться в каких-то других моментах. Вот. И вряд ли здесь будет что-то хорошее для вас, по крайней мере. И поэтому, чтобы вот этой ситуации, возможно, не было, имеет смысл подумать и поисследовать, поразмышлять, почему вы решили соврать. То есть, что вы хотели, допустим? Что вас волновало, допустим? О чём вы думали, допустим? Какую цель вы преследовали, допустим? Когда обманывали? Ну, когда врали? Я ещё раз хочу, чтобы вы именно правильно меня поняли, что дело не в том, что вы плохая и так далее. Дело не в том, что вам обязательно нужно говорить правду. Дело в том, что послужило причиной для этого. Знаете, какая штука? Потому что если, если вы соврали один раз, условно говоря, то, скорее всего, где-то в чём-то вас будет соблазн соврать ещё раз. И опять же, опять же, дело не в том, что вы взяли и соврали. То есть, за это вас, ну, никто обвинять не будет. По крайней мере, ну, в адекватной ситуации, да, вас никто обвинять не будет в этом. Потому что, ну, извините, какой смысл вас обвиняли, а? Если вы, ну, если вы обманули. Момент здесь заключается именно в том, что вас мотивировало это сделать. Что вас мотивировало на обман, условно говоря. И вот если разобраться с этим аспектом, если разобраться с тем, что вас замотивировало на обман, да, то вот уже в этом смысле можно будет что-то сделать. И на мой взгляд, на мой взгляд, помощь психолога вам оказана может быть в этом контексте. Вот именно в этом контексте, в контексте того, чтобы помочь вам понять, почему вы обманывали, почему вы обманули там, ну, своего любимого человека. Не с целью вас обвинить, не с целью улететь вас во лжи, а с целью, чтобы вы себя приняли. С целью, чтобы вы себя приняли, с целью, чтобы вы себя, с целью, чтобы вы себя, может быть, ну, не знаю, может быть, чтобы лучше себя узнали, чтобы лучше себя чувствовали, чтобы лучше себя ощущали. Вот в этом суть того, что может вам, допустим, дать психолог. А ситуация сама по себе, она, конечно, очень неприятная, но тут вы уже сами решите. Либо вы человеку признаетесь, опять же, после того, как поработаете с собой и, например, сможете себя принять, либо вы уже решите, что не хотите больше врать, не хотите больше обманывать, вот, либо вы решите свою ложь поддерживать. В этом ничего, как бы, такого откровенно, прямо плохого нет и, в принципе, быть не может. Вот. Но этот вопрос вам нужно решить самостоятельно. Никак не через нас, вот. Ну и немаловажным моментом, на мой взгляд, является то, чтобы вы спросили, может быть, спросили, может быть, себя, какой конкретно помощи вы хотите от нас, да, от психологов, какой конкретно помощи вы хотите. Потому что, ну вот сейчас, да, на данный момент, я бы сказал, что не очень понятно, какой помощи вы хотите. То есть, вы говорите, что, допустим, сказать правду не вариант, допустим, вы говорите, что сказать правду не вариант молодому человеку. Вот. И врать, я так понимаю, тоже вы сейчас боитесь, вам сейчас это, ну, вроде как, вроде как стыдно. Вот. Ну, это, к сожалению, классическая позиция жертвы, и вам из этой позиции нужно выходить. Вот. Помочь вам в этом может, опять же, только психолог, психолог. Вот. И тут идея в том, не чтобы выйти, выйти из этого, из этого вот, ну, из этого состояния, в котором вы оказались, да. Не в том идея заключается, а идея заключается в том, скорее, идея заключается скорее в том, чтобы именно определить причину, по которой вы начали лгать. По сути причина, по которой вы перестали быть в этой ситуации собой, сами собой. Вот. Понимаете, какая штука? Вот это вот то, на мой взгляд, на мой взгляд, это то, что вам нужно для себя поисследовать. Это то, в чем мы, собственно говоря, вам, вам можем помочь. Вот. Вот так. Ага. Так примерно, я думаю, можно вам ответить. Такой примерно можно дать вам ответ. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.